Наверняка ты слышал о планшетах Surface от Microsoft. Планшеты достаточно хорошо показали себя в работе и уже нашли своего фаната. Lenovo же решили не отставать и предложили свое решение и это оно. Lenovo Mi X700. Планшет поставляется вместе со съемной клавиатурой, зарядным устройством, документацией и опционально со стилусом. Если тебе нужен этот малыш, то уточни у продавца перед покупкой, потому что не в каждую коробку его кладут. Главной радостью для моих глаз стала тыльная сторона планшета. Золотистый цвет, алюминий, футуристические шарниры для подставки. Выглядит очень стильно и дорого. Однако на крышке очень легко оставить царапину, это грустно. Подставка очень плотная и гибкая. Планшетам удобно работать как за столом, так и на коленке. Лицевая сторона выглядит стандартно. Просто логотипчик, просто дисплей, защищенный стеклом, просто фронтальная камера. Но это и хорошо. Боковые рамки позволяют удобно держать планшет в руках, а отсутствие других элементов не отвлекает от работы. На боковых граних устройства уместилось два USB порта, один порт mini HDMI, аудиоразъем 3.5 мм, кереодинамики, кнопка блокировки, качелька громкости. И один небольшой секрет. Я потратил некоторое время на поиски порта для microSD, он находится здесь под подставкой. Съемная клавиатура. Стандартная клавиатура для Lenovo. Если ты раньше работал с такими клавиатурами, не будет слишком долгого периода адаптации. На ней удобно печатать слепую, что ускоряет работу с девайсом. А вот тачпэд здесь и вправду унылый. Работать с ним не так просто и удобно, как хотелось бы. Надеюсь, что в следующих моделях компания больше поработает над созданием приятного тачпэда. Клавиатура с одной стороны состоит из прорезиненного пластика, с другой покрыта кожезаменителем. Немного марки пластик все же не вызывает дискомфорта при работе с ним. Магнит работает просто великолепно. Это правда какая-то магия. Мгновенное подключение, мгновенный переход из режима планшета в режим ноутбука. Размер и вес устройства идеально подходят для того, чтобы работать с ним в любом формате. А его удобно носить с собой в сумке, он не занимает достаточно много места, легкий и экран всегда находится под защитой. В нашей комплектации есть стилус актив пен. Повторю, что его наличие нужно узнавать перед покупкой. Ручка распознает 256 нажатий, есть две кнопки. Есть миллисекундная задержка при использовании. Я не рисую, поэтому не могу сказать насколько удобно его использовать дизайнером. Хотя в руке лежит как обычная ручка, привыкать не надо, просто бери и рисуй. Я остался очень доволен внешним видом устройства. Аппарат выглядит эффектно, элегантно и выделяет себя на фоне других людей. Потому его сюда хочется носить с собой, даже туда, где он и не нужен. Просто потому, что ты можешь себе это позволить. Планшет? Серьезно? Очень трудно представить, что это планшет. Процессор Intel Core M5, SSD накопитель 256 гигабайт, оперативная память 4 гигабайта, 12-дюймовая IPS-матрица, дисплея с разрешением 2160 на 1440 пикселей. Я бы назвал это не планшет со съемной клавиатурой, а ноутбук со съемным экраном. Процессор Intel Core M5 обладает тактовой частотой 1,1 ГГц, способен разогнаться до 2,7 ГГц. Процессор не сильно перенагревается, потому здесь нет кулера, плюс SSD, что в целом делает устройство бесшумным, как ниндзя. А в черном цвете оно и вовсе похоже на шпионский гаджет Джеймса Бонда. Оперативной памяти 4 гигабайта вполне хватит для того, чтобы удовлетворить твои творческие потребности, написать музыку, отрендерить видео или нарисовать картинку в фотошопе. Если же тебе этого мало, то Lenovo предлагает комплектацию с 8 гигабайтами оперативной памяти. Экран очень порадовал, углы обзора просто великолепные. Картинка насыщенная, яркая, четкая, детализированная, пиксели не видно. 12 дюймов вполне хватает даже для того, чтобы разделить экран на две части и работать сразу двумя программами. Например, в одной смотреть сериал, а в другой переписываться ВКонтакте. Динамики не очень громкие, однако послушать музыку или посмотреть фильм вполне хватает. Однако, честно скажу, все-таки возникало желание иногда прикрутить немножко громкости, благо аудиоразъем у нас есть. Емкость батареи – это загадка. На официальном сайте указана производительность до 9 часов. По факту же, при интенсивном использовании планшет садится через 4-5 часов, в режиме экономии энергии через 5-6 часов. Мне этого хватило. Можно смело брать планшет с собой в дорогу и смотреть там любимые сериалы. Основная и фронтальная камера 5 мегапикселей. Для видеоконференции и трансляции вполне хватает. Короче говоря, серфить в инете – легко. Написать трек, смонтировать видео – без проблем. Посмотреть фильм в дороге – да пожалуйста. В общем, это идеальное устройство для решения подобных задач. Я очень рад, что познакомился с данным аппаратом. А если ты, дружок, точно так же радуешься, как и я, то лайкай, подписывайся на наш канал, одевайся тепло и радуйся жизни. Я остался очень доволен внешним видом смартфона. Окей, давай, ты снимаешь?